МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце мая во всех школах звенит последний звонок. И пятая Березняковская не исключение. Этот день значится как переход уже к взрослой и самостоятельной жизни. Не описать словами то, что происходит в душе у ребят. 11 лет учебы позади. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запомнилось, что мы все были вместе. Это очень трудно расставаться со всеми. Я всех очень люблю, мы со всеми сдружились. Но в тот же момент радость на школу закончила. Мы очень волновались. У меня эмоции все внутри. Я не могу реветь, хочется. Но что теперь сделать? Мы еще вернемся сюда обязательно. Очень грустно и печально вообще. Не расставаться со всем. И вот настал самый долгожданный и волнительный момент. Это последний школьный звонок. Почетное право по традиции школы предоставлено первоклашке. Честно сказать, у меня уже мурашки по коже. И смех, и слезы. Эмоции просто переполняют. Но здесь учителя, как всегда, найдут слова утешения и напутствия. Школа – это школа. Тут все кажется стабильно, все как обычно. А как будет дальше? Очень хочется, чтобы детям повезло. Чтобы у них все сложилось, чтобы они были удачливы в жизни. В жизни выпускникам, ну я не думаю, что будет сложно. Знания дали, как экзамены сдавать, научили. Конечно, взрослая жизнь – это вещь серьезная. Но я думаю, что мы будем смотреть с оптимизмом в будущее. Кто, как не директор школы, следит за порядками и дисциплиной. Виктор Николаевич Новиков уверен – у ребят достойное будущее. Я думаю, что успешно 11 класс сдаст ЕГЭ и успешно поступят в наши российские вузы. Все березняковские выпускники сегодня гуляли в городском парке до самого вечера. Но расслабляться еще не время. Сходит с ума весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, тень воспоминаний полон. Все друзья с тобою чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Впереди у ребят единые государственные экзамены. Кстати, самый ближайший уже в понедельник. Пожелаем им успешно написать ЕГЭ и поступить в планируемый вуз. Ведь взрослая жизнь у ребят только начинается. Екатерина Федорова, Лев Сабуров. Новости на Тенте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продолжу выпуск. Помогите нас топит. С такими словами в редакцию нашей телекомпании сегодня обратились жители поселка Зырянка. Вместе с весной и хорошей погодой к ним пришла беда. Паводок, который буквально уничтожает их дома. Жить в них теперь практически невозможно. Сергей Коленик побывал в зоне бедствия. Для того, чтобы жильцам этого дома попасть хотя бы во двор, необходимо для начала переодеть ботинки, закатать штаны. Что уж говорить о состоянии самого дома. Находиться там просто невозможно. Первые впечатления перед тем, как выйти в этот дом, описать очень трудно. Сами все видите. Живем в век высоких технологий, а справиться с такой бедой не можем. Я ничего не бросил. Я не дам, вычерпит. Даже скорую не могу вызвать. Но мы пенсию не больно отремонтировали дом, правильно? Сами видите, посмотрите, там все рухнуло уже. Дом Любови Ивановны практически стоит в воде. Баня, коридор, сарай затопленный почти по колено. Вода подбирается к кухне и комнате. Там уже вздулся линолеум и пошел трещинами сырой бетон. Вот сами смотрите, все сырое. Такая ситуация здесь впервые, говорит хозяйка дома. Обычно паводок доходил только до огорода. В котором сегодня, кстати, ванну высотой почти в метр скрыло. Куда только не обращались жильцы этого дома за помощью. И в управление гражданской защиты, и в администрацию, и даже в МЧС. Но помощи пока нет. Конечно, были какие-то попытки. Но и те не дали результата. Все, вчера были пожарники. Комиссия какая-то московская была. Были вчера пожарники. Качали. Вода ушла немного. И у нас ушло. Эти уехали комиссия. И эти машины завернули и уехали. Все две машины уехали. И на сегодняшний день вообще никого. Шутят только. Говорят. Мы говорим, смотрите, у нас сутки прям уже. Они говорят, так откройте окно. Они домой приплывут вам. Какая-то радость. Представляете, как говорят. Не представляем. Кстати, по словам дочери Любови Ивановны, они каждый год слезно просят администрацию установить шлюз. Они только нам каждый год обещают. Мы сделаем. Мы вам сделаем. Мы вам сделаем. Или говорят, денег не заложили на этот шлюз в этом году. Потерпите, в следующем году мы заложим его. Все, они ничего не делают нам. Буквально на этой неделе, на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, был поднят вопрос о весеннем паводке. Главный пожарный Березеньков докладывал, что уровень воды в Каме достиг критической отметки. Возможно, дальнейшее улучшение уровня. Глава города Сергей Дьяков отметил, что вопрос необходимо держать на особом контроле. И дал указание. Наблюдение за паводком не прекращать ни на минуту. Сброс я на Камской ГЭС видел. Там сброс максимально идет. Больше им сбрасывать уже некуда. Иначе они там устроят проблему и на Воткинском водохранилище, и ниже. И все же проблем избежать не удалось. Сегодня мы отправили официальный запрос в администрацию города. В скором времени мы получим ответ по ситуации в поселке. А пока жильцам дома остается только ждать помощи, которая в скором времени обязательно должна прийти. Сергей Каленик, Лев Собуров, новости на ТНТ. Полицейские накануне встретились с собственниками и представителями гаражных кооперативов. Целью такой встречи стала профилактика краш имущества и угонов автомобилей. Вот только интереса у горожан такие беседы не вызывают. Сергей Каленик продолжит. Такие встречи стали уже систематическими и проходят раз в полгода. Сегодня в актовый зал полиции пришли чуть более 10 участников собрания. Кстати, об этой встрече полицейские предупреждали березняковцев заранее. Но почему-то горожане не спешат их посещать. А ведь узнать важную информацию о том, как обезопасить свое имущество, было бы многим полезно. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы на такие собрания, когда мы собираем для решения общих вопросов по защите имущества граждан, чтобы были поактивнее и приходили на такие собрания, чтобы решить эти вопросы. Александр Баранов посоветовал собственникам поставить гаражные кооперативы под охрану. Тогда и будет с кого спрашивать в случае воровства. В Березняках официально занимается охраной такого имущества отдел вневедомственной охраны. Я пойду в гараж, председатели все это объяснили. Дадим вам документы. Бумажки, которые дали, они у меня здесь. Я все это покажу. К слову, за прошедшие две недели было совершено 7 краж из гаражных кооперативов. Выносили все, даже ворота. Максимальный ущерб только по одному случаю составил около 120 тысяч рублей. Мы можем поставить вам кнопку или мобильный телохранитель. И мы можем в любое время приехать в ваш кооператив. Частные охранные агентства тоже имеют лицензию на подобную деятельность. Но они, опять же, не имеют права задерживать преступников, а могут лишь их отпугнуть. В общем, здесь главное помнить, что заботиться о своей собственности – задача каждого владельца. Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Ждем с нетерпением. Уже завтра лыжероллерная трасса в Новожилово будет встречать своих посетителей. Там откроется прокат роликов и велосипедов. Вновь лыжная база «Снежинка» предоставляет горожанам возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Сегодня с самого утра на лыжероллерной трассе проходят завершающие работы. Проверяют весь инвентарь, который можно будет взять на прокат. Кстати, за вполне разумную цену. Также очищают трассу от пыли и мусора. Ну, как только сошел снег, жители уже начинали спрашивать, когда же в летнем варианте лыжероллерка у нас заработает. Но надо понимать, что лыжероллерная трасса – это не проезжая часть. И мы ждали до сегодняшнего дня, когда под асфальтовым покрытием уйдет основная вода, чтобы мы могли загнать сюда технику, которая сможет убрать все, что осталось после зимы. Уже завтра здесь будут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и любители, которые смогут активно отдыхать и укреплять свое здоровье. Кстати, первую пятерку пришедших на лыжероллерную трассу ждет приятный сюрприз. Пять лет на паркете. В культурно-деловом центре прошел юбилейный концерт танцевального коллектива «Мечта». Как, будучи в пенсионном возрасте, быть в хорошей физической форме? И о чем мечтают участники «Мечты», вы узнаете из сюжета Евгении Кокшаровой, которая была в восторге от увиденного. С этого татарского народного танца и началась история коллектива «Мечта» в 2008 году. «Мечта» – вроде очень простое название. А какой смысл в себе таит? Это единственный коллектив в Пермском крае, в котором танцуют люди серебряного возраста. Это единственный коллектив в Пермском крае, в котором танцуют люди серебряного возраста. По-моему, быть в таком тонусе на пенсии – это мечта каждого человека. Прекрасное настроение дает мне танцы, мечта и энергию. Молодость, конечно, радость, настроение. Настроение уже повторяюсь. Ну, в общем, здорово все. После концерта художественный руководитель и муза коллектива Мария Никифоровна Петрова открыла нам секрет прекрасной физической формы своих танцоров. «Три раза в неделю занятия, хочешь, не хочешь, будешь в хорошей форме. Три раза в неделю, у нас же занятия-то идут по два часа. И сильные занятия. Ведь это надо все работать. Вот наш концерт сегодня показал, что это надо действительно работать. Просто так ведь не выйдешь на сцену». В танцевальном коллективе «Мечта» почти 20 участников. Сегодня все побывали в центре внимания. Некоторые танцоры – партнеры и на сцене, и в супружеской жизни. «Вот знаете, вот есть семейные пары, где супруга одним занимается интересом, понимаете, а супруг другим. А у нас все общее. Мы ходим вместе на лыжах, занимаемся плаванием, танцуем. Для нас это, знаете, ну, в контакте постоянно находимся». Но Мария Никифоровна Петрова разоткровенничалась и рассказала, что все-таки не все мечты сбылись у такого дружного и необычного коллектива. «Вот у нас сейчас есть огромная мечта – выехать за пределы Пермского края. Хотя после первого выступления в «Ускачке» у нас было сразу предложение председателя жюри, который был из Питера. Он нас пригласил сразу же на фестиваль в Москву, на 10-дневный фестиваль. Но у нас не было денег, спонсоров у нас нет». На юбилейном концерте наших мечтателей поздравляли и другие танцевальные коллективы города и просто друзья. Желали им долгой творческой жизни и такой же неуемной энергии. Ведь жизнь без мечты, что лето без солнышка. А ко всем теплым словам и поздравлениям присоединяются. Евгения Кокшерова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Про авто». В студии был Андрей Фадеев. Отличного вам отдыха. Прогноз погоды представляет «Климат-маркет. Технологии климата». Только в апреле японский кондиционер «Дайкин» за 4000 рублей в месяц. Технологии климата. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету «Агроснаб». В Березниках 24 мая облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 15. Днем 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. 24 мая солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле спокойное. В воскресенье 25 мая в Березниках облачно с прояснениями. Временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем от 15 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Информация предоставлена центром ФОБОС. Учим таблицу деления. Сплит-система за 9 тысяч рублей в рассрочку на 6 месяцев. Технологии климата. Звоните. 29 25 99. Адрес нашего магазина. Советский проспект 2. Территория Агроснаб.